А всем привет с канала Бримтим и решил я записать для вас такой маленький разговорный видеоролик, даже затронуть в нём очень глубокую тему, как личное пространство, которое в плане рыбалки очень важно. Это суть. Хочется донести, если посмотрят родители каких-нибудь детей, либо сами рыболовы, и узнают себя в тех лицах, о которых я сейчас буду говорить, чтобы вы немножко исправились. Так вот, допустим, смотрите, оборудованное рыболовное место. То есть сидят рыбаки, расставили своё удилище, рядом какие-то снасти, личные вещи, и подходит человек, просто интересуется, что с клёвом, что ловится, что нет, и уходит. Это абсолютно нормально. Но, когда идёт, так скажем, социальное хамство, это очень неприятная вещь, когда, допустим, также рыбаки сидят, и подходит, допустим, какой-нибудь человек, и просто начинает до людей докапываться вопросами, то есть это тысяча вопросов, не имеющих тысячу ответов, образно, а какую вы леску используете, а какие поводки, а то, а всё, а пятое, а сто двадцать седьмое, это уже неприятно. Почему? Во-первых, люди отдыхают на рыбалке, как правило, либо наоборот, они настолько увлечены, что у них всё, у них каждое действие расписано поминутно, это азарт. И, допустим, нам вот с Кристиной неприятно, когда вот так вот люди подходят, и начинаются тысячи вопросов, либо просто стояние рядом. То есть, примерно как мы сидим, допустим, если вот образно крышка ящика, это берег. Допустим, вот кресло Кристины вот тут, вот тут моё кресло, здесь у нас четыре фидера стоят, садок, и вот здесь вот мы делаем такой, типа, закутка, где личные вещи. Это чехлы, рюкзаки, сумки, пакеты с прикромом, и пакет для мусора. То есть, вот, это такой оборудованный мини-лагерь на время рыбалки. И мне как бы неприятно, если какой-то посторонний человек будет теряться рядом с моими вещами. Я думаю, это не я такой злой, нехороший, это абсолютно нормальное проявление у любого адекватного человека. И бывают действительно люди, которые не видят в этом ничего такого, а что, типа, здесь всё общее, типа, в плане реки. Я смотрю просто. Но как бы человек сам должен понять, что он как бы делает некомфортно другим людям. Если, конечно, вы форменное и наглое существо, то да, вам это простительно, но вас никто не будет расценивать как добропорядочного человека. И что ещё вот в этой теме хотелось бы выделить, я для сравнения скажу два примера, даже три. Первый с нами случился, не помню, это был апрель, наверное, где-то 20 апреля мы сидели на рыбалке. И подходит мальчик, видимо, ну, тогда же была где-то самоизоляция, и дети не ходили в школу. Он подходит и начинает просто опять тысячу вопросов. Как бы на один, на два вопроса ответить не тяжело, но он начинает в наглое трогать удилки. Я ему доходчиво, спокойно объясняю, что так делать не нужно. Он этого не понимает, но он как бы сбавляет темпы наглости, так скажем. Но на этом он не останавливается. Он начинает просто конючить, чтобы, ну, где-то, наверное, пятый класс, может быть, он был. Он начинает просто задалбывать, типа, дайте я кину, типа, я хочу кинуть. То есть, как бы, родители, если вы сейчас смотрите, у вас есть дети, которые, как бы, на улице без вашего присмотра и могут также сходить на речку, объясните, что, как минимум, подходить к посторонним людям не нужно, потому что мы не знаем, что у каждого человека на уме. И хорошо, если это будет адекватный человек, а если это попадется какой-то шизоид, то это уже плохо. Как бы, у меня мир не рухнет, если я ему дам кинуть. Но вы представляете, да, типа, детский палец, это вот не моя лапа, а детский палец, который кидает кормушку в 70 грамм на 0,22 леске. И, типа, если палец у него сорвется, ему вот этим импульсом удара просто либо порежет, что будет очень хорошо, либо оторвет фалангу. На кой чёрт мне нужно нести ответственность за неспособных родителей, которые не удосужились, как бы, удовлетворить запросы и интересы своего ребёнка. Посторонний человек не должен этого делать. И поэтому я уже такой в грубой манере сказал ему уйти. И, то есть, так же он не понял, но когда я ему повторил это там в третий, в четвёртый раз, всё, он ушёл. Замечательно. Следующий пример произошёл через четыре дня. Уже сидели на песчаных карьерах, и так же мы сидим в одном месте, так же, как разложенные, метрах в 150 от нас вдоль берега отдыхает семья, видимо, с двумя детьми, и, видимо, родители решили, что, как бы, природа и дети на свободном выгуле. И, попивая пивко, они, может быть, забыли о своих каких-то родительских обязательствах, и подходят дети. Эти ещё меньше. Старший, может быть, это второй класс, а младший это вообще четыре года. И они начинают бегать вдоль нас. Как бы, я понимаю, что уже с этими надо быть помягче, хотя мог я сразу пойти к родителям и в грубой манере сказать, чтобы они их угомонили. Как бы, с Кристиной мы переглянули, вот так вот, пересмотрелись, и пока что они не делали ей никакой хрени дикой, мы решили не принимать никаких действий. Началось с самой апофеоза, это когда они стали уже мешать забросам. То есть, вы понимаете, да, если вы смотрите рыболовную тему и знаете, что фидер, вы шмаляете тяжёлый вес при помощи удилища. И до заброса этот тяжёлый вес сзади вас. И представляете, да, кормушка 60 грамм, свинцовая, ещё и корма там 20, то есть почти 100 грамм с ускорением прилетают в детский череп. Если бы так было, то есть, это сразу черепно-мозговая травма, это сразу синяки крови, слёзы. Опять-таки, мне это не надо. И я должен подстраивать себе момент, чтобы они набесились около нас. Когда, господи, я свой несчастный спом взял, я его не мог кинуть вообще фиг знает сколько, потому что это вообще... Кормушка в 250 грамм заряженная, если она прилетит в голову, это моментально для ребёнка смерть. То есть, я хочу донести этим, что родители, объясняйте своим чадам, своим детям, что не нужно мешать рыболову. Элементарно, рыболов может кидать поплавок, он зацепит за глаз крючком. Это как бы похлеще даже, чем в голову. И я сейчас вроде как на спокойных тонах это всё объясняю, но у меня прям внутри кипит. То есть, я не понимаю, как можно так безалаберно относиться к своим детям, что не воспитать. Я в 5 лет, в 7 лет тоже гулял на улице один, но у меня... И жил я напротив водоёма, напротив пруда, где так же рыбачили. У меня в мыслях не было подойти к человеку, и чё-то около него тереться, вертеться. Мне потому что объяснили годов три, что нельзя подходить к незнакомым людям. Как минимум, ты мешаешь, как максимум, ты не знаешь, что это за человек. Но давайте отойдём, потому что не должен я, 22-летний, объяснять об этом вам, как бы уже сформировавшимся людям. И, наверное, последний пример, это также эти несчастные песчаные карьеры, как бы там акватория позволяет купаться, и люди любят туда ходить купаться, хотя рыболовы как бы выделили уже это место для себя, и как бы купаться там вообще запрещено. Там граница горного отвода, там недалеко земснаряд, там трубы земснаряда, то есть купаться там запрещено. На берегу отдыхать можно. Мы с Кристиной приехали, наверное, вообще в 5 утра, 5-6 утра, и по ней потянулись рыболовы, то есть нас вдоль большого берега было, наверное, рыболовов в 7, может быть, в 10 край. Как бы каждый занял свою акваторию, никто никому не мешал. Но потом пришла семья, видимо, может, 2-3 семьи, потому что человек 15 было. Они пришли, поставили мангал, припрыли сумки какие-то, врубили колонку и начали отдыхать. Ладно, то есть нам это не мешает, у нас рыба впереди там, то есть нам ее никто не шуганет. Ладно. Так эти же дети стали купаться и прыгать в воду около наших удилищ. То есть как бы мне вообще все равно. То есть у меня леска далеко, но смотрите, если вы напоритесь на крючки, на подставку для удилищ, которая также есть одна острая, из проволоки, если я буду подсекать и кому-то прилетит карбоновым хвостом по морде, то есть я абсолютно не буду в этом виноват, потому что я как бы сюда пришел раньше, и вы не должны как бы становиться поджопниками и садиться прямо напротив моей шеи. Вот именно вот эта вот культура невоспитанная, и когда мы просили родителей, чтобы дети не плескались около удочек, потому что там было место на свободной акватории, там довольно-таки, кстати, метров 20 было, чтобы купаться как раз где мель определенная, то есть там даже безопаснее, на что родители нам сказали, что речка общая, и их ничего не волнует. Их детям здесь хорошо. Учитывая, что там камыши, там некультурные рыболовы оставляют битое стекло и прочие прелести. Как бы понятно, если к собственным детям такое отношение, то уже мало что можно, я думаю, требовать для каких-то левых людей. Но суть ролика, вот эти все примеры, я вам рассказал, что, может быть, это смешно. То есть мы сейчас с Кристиной вспоминаем, я говорю, господи, как я его только нет, самое. Потому что, ну, такие моменты, они прям бесячие. А когда ты это анализируешь, ты понимаешь, что это очень опасно, что рыбалка – это активный отдых. Активный отдых подразумевает собой травмы. И если ты сам травмировался, ты виноват в этом сам. Если кто-то полез к тебе, и в него что-то прилетело от тебя, ты в этом не виноват, ты его не звал, ты его не удерживал под дулом автомата. Он сам сюда припелся, и сам встал, как вкопанный столб. И поэтому, родители, донесите до детей, что не надо подходить к рыболовам. И сами люди, если вам интересно, что люди ловят, подойдите на минуту. Спросите, кто ловится, попросите показать улов. Тем более, очень падкие на похвалу. Люди не откажут вам в этом, они с удовольствием похвалятся своим уловом. Но не надо находиться в ограниченном лагере, так скажем, временном, на протяжении длительного времени. Вы делаете людям некомфортно. Все-таки, я думаю, залог мира на земле это взаимное уважение друг к другу. Я думаю, на этом можно заканчивать. Такой необычный видеоролик получился у нас. Именно по рыболовной тематике, но более такой философско-нравственный. Надеюсь, вам было интересно, и вы согласны с моим мнением. Оставляйте комментарии, делитесь обязательно этим видеороликом, чтобы как можно больше людей увидело, как делать не нужно. Всем до скорого. Пока. Продолжение следует...